Итак, дорогие друзья, все. С Божьей помощью стартуем, начинаем цикл уроков по книге Мишли «Притчи царя Соломона». И будем стараться делать их в 10.00, в 10.00 по тивскому времени будем начинать делать эти уроки. И даже если я буду уезжать, я, к сожалению, или к счастью, или просто не к сожалению, не к счастью, я часто езжу. И даже если я буду где-то в пути, я постараюсь в 10.00 начинать это занятие и проводить его 15 минут, с 10.00 до 10.15. Очень важно установить время для занятий Тора. Есть прямо, когда-то звали его Яков Кудель. Яков Кудель, это он был сын Рош-Ешивы в Ешиват-Шу-Томи, и он рассказал интересную историю, почему важно установить именно времена, четкое время для занятий Торой. Он привел такой пример, что был один отец, у которого, который он жил далеко, и к нему приезжал сын. Каждый день у него был сын, который к нему приезжал в гости. И он к нему приезжал, сын, когда у него было свободное время, он к нему приезжал. И получалось, что отец должен был все время его ждать. Он никогда не знал, когда приедет сын, и он целый день его ждал, не мог куда-то выйти, уйти, чтобы не пропустить. А потом сын сказал, знаешь, папа, я буду приезжать к тебе в 10.00. Каждый день в 10.00 буду к тебе приезжать. Все остальные дела, они будут подстраиваться под вот этот вот мой приезд к тебе. И это совсем было другое отношение. Те же 15 минут посещения, но оно было центральным в течение дня. И совершенно другая стоимость тогда вот этих вот 15 минут. Поэтому блин-эдер, блин-эдер это без обеда. Все, что касается служения Богу, нельзя брать обещание. Потому что когда ты берешь обещание, то против тебя включаются силы зла, скажем так. И получается, что они тебя сразу бах, как-то тебе так подстраивают. Ты нарушил обещание, они говорят, вот Богу говорят силы зла. Они же на него работают, силы зла, на Бога. Чтобы было равновесие, да? Чтобы было равновесие, чтобы была награда. И силы зла говорят, видишь, как мы выполнили хорошо свое задание. Он, значит, вот прям сам пообещал и сам же не сделал. Поэтому я не обещаю урок в 10 часов утра каждый день. Вообще не обещаю. Я блин-эдер, без обеда, буду стараться это делать. Я буду стараться все так организовать, чтобы даже если, даже если вдруг не получится у меня провести прямую трансляцию. Там я, например, лечу в самолете в это время. Я постараюсь с 10 до 10.15, блин-эдер, без обеда, записать 15-минутный урок по Мишли. И даже, если у меня сядет телефон, что тогда? Вот на этот случай я как раз и не обещаю урок. Вообще. Но я буду стараться, друзья. Все. Значит, Яков Шатанин смотрит. У нас директор портала ВАИКРА, Яков Шатанин. Заходите на портал ВАИКРА. Поддерживайте портал ВАИКРА. Потому что это очень важно. Мы создаем платформу для раввинов. И даже если я не проведу урок по Мишли, Этан проведет. Мы здесь вместе в Марашесе, Этаном Бергером, который, если надо, проведет урок по Мишли. Все. Значит, есть много раввинов, которые учат Мишли. А я не раввин, я сам изучаю. Итак, начинаем книгу Мишли царя Солмона. Значит, книга Мишли, переводится слово Мишли примеры. И первый отрывок прямо в этой книге звучит так. Мишли, Шлома, Бен Давид, Мелах, Исраэль. Мишли, это, Машалим, это примеры. Да, примеры, примеры. Переводят это как притчи, но на самом деле Машаль это пример. Как говорят, примеры Шлома, сына Давида, царя Израиля. И прямо в первом отрывке он нас учит, царь Соломон, мудрейший из людей, он нас учит, как надо начинать вообще свое выступление. Прямо он дал нам урок, и мы этот урок сразу сейчас возьмем и выполним. Он говорит, ребята, анонс, вначале надо представиться, кто ты вообще. Даже Веленский Гаон, он сказал, что в принципе есть в любом процессе, сейчас я сделаю небольшое еще предисловие. Веленский Гаон сказал, что в любом процессе, например, процесс обучения, есть четыре составляющих. Первая составляющая процесса обучения, или вообще любой процесс в мире, это схема одна и та же. Первая составляющая это материал, материал, из которого этот процесс делается. Значит, в этом случае материалом являются примеры. Вот эти вот Мишли, это примеры. Вторая составляющая это, Мишли это не примеры, неправильно. Есть первая составляющая, это материал, из которого сделано. Вторая составляющая это форма, в которую этот материал запакован. форма в которую материал запакован третья составляющая это тот кто передает этот материал или делает форму деятель который делает этот процесс и четвертое это для чего он его делает цель то есть в любом кто ты да что как кто и цель красиво значит что как что как кто и цель отлично и для чего можно дать в форме урока можно форме тренинга да да информацию но обязательно нужно всегда когда ты делаешь какой-то процесс знать для чего ты его делаешь для чего какая цель кто делает процесс из чего и какая форма значит в этом случае материалом является божественная мудрость тора то есть божественная мудрость получена от бога слова амелак он был пророк значит что теперь как форма форма это мишли это примеры он берет божественную мудрость которая абсолютно божественная она она абстрактно она от того кого нельзя постигнуть но он ее запаковывает в мишли не примеры понятные примеры для для нас дальше кто это шлома бен давид мелых израиль царь салам саламон сын давида царь израиля он представился и для чего следующий отрывок второй отрывок он говорит для чего ледо от хохмау мусар для того чтобы познать божественную мудрость и мусар система работы с собой система это психология торы то есть система победы над своими инстинктами над своим злым началом управление собой это мусар я позже объясню что это такое леавин и мрейбина для того чтобы понять он пишет слова слова мудрости слова про сообразительности то есть он объясняет как работает интеллект как работает мозг как вообще работает познание мира вот для чего он это пишет теперь первый отрывок давайте вернемся мишли примеры шлома он говорит я шлома шлома кто такой шлома царь саламон это тот кому бог дал мудрость это всем известно что он ему дал такую мудрость что он был мудрейший из людей и его мудрость была все проникающие все поглощающие то есть он видел насквозь людей видел на сквозь предметы понимал язык птиц властвовал над миром демонов то есть он был символом для всех народов и для всех религий мудрости интересно что все самые крутые цари например мусульманские они брали себе имя сулейман потому что сулейман это соломон по по одноарабском таком с акцентом сулейман как тебя зовут вообще его звали шлома потому что оригинал оригинальное произношение это на иврите то есть он жил в израиле в иерусалиме и в израиле в иерусалиме это оригинальное произношение во имени шлома греки через которых к нам пришло все знания торы потому что они перевели тору на греческий язык септу дианта и они распространили они такие были просветители греки да то есть они в принципе на то время захватили весь мир и распространяли знания такой да разные знания не распространяли в том числе тору с первый перевод торы на европейский язык это был греческий септу дианта и они не выговаривали ше то есть у греков они цепеля вели как зовут слова 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 у меня зовут слома какой слова меня зовут шлома он говорит шлома меня зовут а грек такой говорит а соломон его зовут соломон и греки перевели слова как соломон я буду называть шлома шлома так вот он говорит я шлома королевские семьи в европе они тоже стараются в своих корнях найти что-то от тебя чтобы он да значит он говорит я шлома тот самый шлома которому бог лично вложил в голову вот эту мудрость бен давид я не просто вот я вдруг появился не откуда я сын царя давида который который всю жизнь служил богу который подготовил строительство храма который убил гавиата который был ну всем известно что царь давид это был до сих пор весь мир молится словами царя давида представьте ситуацию насколько он был близок богу что сейчас когда ну там например тоже христианство до псалты псалмы царя давида то есть ни у кого нет интерфейса как говорит с богом он создал язык знаете есть как языки кодирования компьютеров и так далее так царь давид он создал язык взаимоотношений с богом то есть все молитвы построены на его 150 псалмах стихах песнях он пел он был такой певец а представляете вот в то время он бы он играл на разных инструментах и он имел и молился да а как он стал таким откуда он открыл этот интерфейс молитву он был пастух интересно что все праотцы наши авраам и цкак яков они были пастухи они находились постоянно в состоянии такой медитации поле овцы там где-то и он целыми днями машера бейну все они целыми днями разговаривали с богом внутри на своем языке разговаривали пели песни общались устанавливали постоянный контакт постоянную связь с богом и шломом этот в мишле в мишле в притчах он говорит я шлома еще и сын давида то есть он не папа мне тоже много чего передал и он говорит и помимо этого он говорит вы можете мне верить я царь израиля то есть я царь израиля я властвую над народом который который но просто дитий народ который который каждый каждый было 300 тысяч пророков народе израиля до сих пор даже как-то маргарет эйчер спросила по-моему бен гуриона говорит что у вас в стране такие ну вот ну что она спросила бен гуриона как почему израиль все время на страницах газет уже сорок восьмого года каждый день израиль на страницах газет и как вы можете им управлять а он и говорит вы знаете израилем или гулдомейр это говорила или бен гурион управлять очень тяжело потому что в израиле живет несколько миллионов человек и каждый думает что он умнее премьер-министра каждый уверен что он умнее премьер-министра и каждый уверен что именно он должен рассказать всем как надо жить и он говорит Я Шлома, царь Израиля, я умею весь этот народ держать в границах. Интересно, что уже его сын, сын царя Соломона, Рихавам, он уже потерял, еврейский народ разделился на две части. Десять колен, большая часть еврейского народа ушла, он уже не мог удерживать. А царь Шлома мог удерживать, и царь Давид, его папа мог удерживать. То есть это были люди необычайной силы. И он говорит, смотрите, все мои знания, каждое слово, которое я скажу дальше в Мишле, оно проверено с трех сторон. Традиция от папы, пророчество, которое лично Бог мне дал, и мудрецы народа Израиля, с которыми я постоянно взаимодействую, которые проверили каждое мое слово. То есть поэтому, когда человек начинает проводить какое-то занятие, он должен вначале представиться. Меня зовут Искак Пентусевич, я не Шлома, я не сын царя Израиля, я не царь Израиля, но я изучаю Тору уже 18 лет. 18 лет я изучаю Тору ежедневно, ежедневно я учу Тору каждый день. И понятное дело, что еще не постиг и десятой доли процента. Но мне повезло учиться у очень известных раввинов, повезло, что в свое время я учился в Ешиве, и я изучил святой язык Лашанкодыш. И я могу понимать великих комментаторов, таких как в основном тот комментарий, который мы будем изучать сейчас в Мишле, это комментарий Малбим. Малбим был такой великий раввин, который умер около 150 лет назад в Киеве, как раз он умер, проезжал через Киев. И он, я именно изучал Мишле, изучаю Мишле с его комментарием в основном. А могилу тут? Могилу не знают никто, где он похоронен, примерно район есть, где знают, что он был похоронен, но никто не знает, где он конкретно похоронен. И вот, значит, на портале ВАИКРа есть статьи мои, то есть я Мишле перевожу комментарий Малбима, дополняю его своими какими-то мыслями. И есть на портале ВАИКРа, есть прямо, уже есть первая глава, вторая глава, третья глава сейчас в процессе. И мы будем постепенно это изучать. Сколько прошло минут уже? Еще есть пять минут у нас. Все, давайте. И Эйтан будет дополнять. Он преподаватель организации Мараша. И он будет дополнять, если что. И можно на портале ВАИКРа тоже писать в комментариях вопросы, прямо на эту первую главу. Мы будем прикладывать, будет ссылочка на уроки, будет ссылочка именно на главу. И там в комментариях можно переписываться. И здесь можно в комментариях переписываться. Хорошо. Так что, давай дальше двигаться. Мишли. И просто Мишли, он здесь говорит, что очень важный принцип, чтобы передать информацию, нужно приводить примеры во всем. Он с этого начинает, да? Ну, он вначале представляется, говорит, вот это Мишли, это примеры, шлома царя Давида, царя Израиля, для того, чтобы познать, второй пасук, ледоат, познать. Значит, давайте сейчас разберемся в словах. Чтобы познать примеры, получается. Да, то есть, Мишли, примеры, которые привел шлома бен Давида, царя Израиля, для того, чтобы познать хахму. Значит, давайте разберемся в самих вот этих словах. Познать, ледоат. Есть ивритское слово на иврите йодеа. Я знаю. То есть, Малбим объясняет, что ледоат, познать, это значит познать абсолютно четко. Барур. То есть, явно четко. Я знаю, что сейчас я говорю напротив телефона. Я это знаю. То есть, это конкретно мое эмпирическое знание. Я могу потрогать, увидеть и так далее. Это ледоат. Познать. Я знаю, что это компьютер. Я знаю, что это стол. Я это знаю. Это ледоат. Теперь, он хочет, чтобы мы познали. Но что мы познали? Хахму. Что такое хахма? Слово хахма, вот говорят, это человек хахам. Он умный. Это талмит хахам. Он мудрец сторы. Малбим говорит, давайте разберемся. Умный и хахам это разные вещи. Хахма, хахма слово, говорит Малбим, это божественная мудрость. Что значит божественная мудрость? Бог создал мир и говорит, вот это дерево познания, это дерево познания добра и зла. А что такое добро и что такое зло? Бог говорит, смотрите, добро это слушаться меня и не трогать это дерево. Понятно? Понятно. А почему? А потому. Я Бог, я сказал. Все. Вот это хахма. Там, где есть, объясняет Малбим, добро и зло, и Бог расставил приоритеты, где добро, а где зло, вот это вот все называется хахма. То, что Бог дал как аксиомы по Малбиму, это называется хахма. Там, где есть добро и зло, разделение на добро и зло, это хахма. И это прерогатива Бога. То есть хахму, это то, что Бог дал через пророков, почему он дал, логика здесь не постигнешь. Вот это как раз аксиомы хахма, это аксиомы Бога, на которых базируется разделение между добром и злом. И он сказал человеку, это дерево познания добра и зла. Что такое добро и зло? Это моя прерогатива. Я Бог, я сказал, креветки нельзя кушать. Все. А почему нельзя? Они же как рыбы, у них лапы есть. Ну и что, что у них лапы есть? А я Бог сказал, нельзя. Все. Это хахма. Или, понятно, да? Это так объясняет Малбим. Так он сказал, хахму вы понять не можете. Но я через Машалим, через эти примеры, которые я привожу в книге дальше, я вам дам возможность познать эмпирическим путем, вот именно познать, понять, на понятном вам языке, познать вот эту божественную мудрость. Объясните тебе все. Он хочет не объяснить, он хочет, чтобы мы ее познали, как будто бы мы увидели своими руками. Он нам это все покажет каким-то образом через Машалим. И мы, то есть, еще раз, все предложение. Примеры Мишли, шлома царя Давида, царя Израиля. Чтобы ледоад, чтобы познать хахму, чтобы познать божественную мудрость, ве мусар. Что такое мусар? Значит, человек так создан специально, чтобы у него есть животное тело, такое животное тело, которое запрограммировано на то, чтобы получать удовольствие и убегать от боли. Все, это потребности тела. И тело, оно, чтобы получать удовольствие, оно хочет есть, хочет креветок, хочет все, оно хочет, что красиво выглядит. У тела нет мозгов размножаться и получать удовольствие. Значит, у тела нет вот этого вот ограничивающей системы, которая ему говорит, это добро, это зло, это тебе можно, это тебе нельзя. Граничная система, это направляющая система, да? Это интеллект. У тела нет интеллекта, у тела есть только инстинкты, стремления. Получать удовольствие, избегать страдания. Теперь одевается на него такая коробка. Мозг, это тоже тело, мозг, ну это тело, это материал. А на мозг одевается программное обеспечение, в которое впечатываются через слова какие-то правила, что можно, что нельзя. Теперь хохма, божественная мудрость, это набор правил непостижимых логикой, которые вообще непонятные. И человек, который, человек, который служит Богу, он должен принять вот эту вот систему хохму и сделать ее управляющей над своим телом. Теперь, значит, ну как это сделать? Тело специально так запрограммировано, оно идет против хохмы. Прямо конкретно тело идет против хохмы. Это видно с самого начала, когда женщина смотрела на плот, а змей, который является голосом этого тела, ей говорит, смотри, какой красивый, приятный для глаз плод. И он же, он кайфовывает. Что тебе мешает его взять? Она говорит, ну мне же сказали, нельзя. Кто тебе сказал? Муж сказал. А мужу кто сказал? Бог сказал. А ты слышала? Не слышала. Все. И слетает вот эта вот управляющая система, она так легко. Джик. И она берет этот плод и кушает. То есть вся система нарушений божественных заповедей, она идет по этому принципу. Так вот, есть в божественном знании, в Торе, есть такой раздел, называется мусар. Мусар это система управления телом. Мусар это как психология Торы. Слово мусар, в нем есть два корня. Есть корень, который называется лиясер. И сурим это страдание. То есть и второй корень называется маасар, тюрьма. То есть мусар, да, это система, которая ограничивает тело, управление. Как она его ограничивает? Первое, в самом мусаре есть, оно очень похоже на слово страх. Через страх. То есть тело, оно управляется инстинктами. И самый главный инстинкт, самый сильный, это инстинкт страха. То есть тело, если есть какая-то опасность для жизни, сразу идет адреналин и убегает. То есть любая корова, любой бык, любой лев, любое животное, оно убегает от страха. То есть если есть что-то, что его пугает, боль, потенциальная боль, потенциальная смерть, тело ломится оттуда, убегает. Теперь мусар, эта система, оно использует вот этот элемент страха. И в этом элементе страха, объясняет Малбин, есть тоненький такой вот, тоненький, есть такой как ниточка, страх перед Богом. Что Бог-то, он, ну все же чувствуют, что есть Бог. То есть это на уровне ощущений. Коровы чувствуют, жирафы чувствуют. Вся там, любой муравей, он чувствует. Вся природа, она знает, что есть Бог. И человек тоже внутренне, он это знает, и он боится Бога, потому что та сила страшная, которая есть в Боге, она сильнее, чем все остальное. И вот тут вот, вот эта вот хохма божественной мудрости, если человек хочет ей управлять, через ней управлять своим телом, он говорит, слушай, ну бояться-то надо Бога, а не смерти. Бояться надо Бога, а не боли. Бог же всем рулит. И через вот этот страх перед Богом, мусар, он может овладеть телом и начать управлять телом. И тогда вот эта вот хохма, божественная мудрость, это программное обеспечение, что можно, что нельзя, оно держится. Оно держится на одном, на одном таком ниточке, на одном гвоздике, которое называется страх перед Богом. И дальше написано, решит хохма, начало хохмы, что? Ират Ашем решит хохма. Ират Ашем, страх перед Богом, начало, начало хохмы, божественной мудрости. Потому что, если не будет этого страха перед Богом, вот этого стержня, гвоздика, краеугольный камень, то хохме не на чем держаться. Ты можешь объяснять профессору, все логично. Решит дат. Решит дат. Ират Ашем. Начало познания. Ират Ашем решит дат. Хохма, мусар. И велим базу. Значит, еще раз. Ират Ашем решит дат. Значит, страх перед Богом, начало познания мира. То есть, все познание мира, оно должно держаться на этом гвоздике. То есть, познание мира, это восприятие мира. Хохма у мусар, божественную мудрость и систему управления собой на базе божественной мудрости мусар. Это эвелим базу. Эвелим это грешники, они презирают. Слово эвелим идет от слова улай, может быть. Скептики. Скептики, да. Которые говорят, ну вот эта божественная вся мудрость, ну даже может быть, я скажу. Хорошо, ты же доказать мне не можешь. И я тебе не могу доказать. Может быть. Поэтому я ее презираю, потому что креветка вкусная. А это может быть. Понятно? А креветка факт, что вкусная. И вся вот эта вот система, по которой движется тело, это факт. Это удовольствие фактическое. А то, что нельзя, это может быть. Это что? Это может быть. Это божественная мудрость. И она логична, она правильна. Я даже ее понимаю. Я даже ее принимаю на уровне логики. Потому что, ну логичнее некуда объяснить. Нет другого описания мира более логичного. Но если у меня нет страха перед Богом, который сильнее, чем все вожделения тела, слетает в три секунды. Понятно, да? Как можно крепить все вот это, всю эту систему управления всего на одной ниточке? Потому что это самая сильная ниточка. Страх, страх, это основополагающий инстинкт, который управляет всем. То есть, если мы возьмем вот силу, внутреннюю силу, что люди делают? Зарабатывай деньги, зачем? А им страшно, без денег, где я буду жить? Что я буду кушать? То есть, страх, он двигает людьми полностью. Во всем это самая мощная сила. Вот все такие ходят, ходят, ходят. А паучка тянешь на него, и он бегать начинает. То есть, почему ему так орать? Потому что в страхе такая энергия запечатана, что невозможно. Поэтому, если человек цепляется, страх перед Богом, и он говорит, блин, я же боюсь тебя. Все равно я боюсь, что вся моя жизнь только на твоем, как сказать, желании и хорошем ко мне расположении. В одну секунду все может закончиться. В этот момент, опа, и сразу хохма, ей есть на чем держаться. Она сразу зацепляется за вот этот страх. И тогда, там написано, креветки нельзя, это нельзя, это можно. Шаббат не нарушай, и тебе тогда нечего бояться за следующую неделю. Ведь почему, я, например, я могу по себе сказать. Почему я, для меня нарушить шаббат, вот мне там предлагают, например, вот выступление в шаббат. Я говорю, даже если вы мне миллиард долларов заплатите, я не соглашусь. Потому что все мои выступления привязаны к шаббату. Я боюсь, то есть я возьму сейчас копейку, и я потеряю все. То есть все равно любым религиозным человеком, кроме запрограммированных. Есть люди религиозные, запрограммированные. Они изначально, вот они просто такие запрограммированные, кто родился в этой системе. У него он просто идет по шаблонам, да, у него нет, ну, других моделей поведения. Но человек, который приходит к Тори, приходит к Богу, то стержень это страх. Или же бывают, бывают такие люди, которые, ну, это очень редко, которыми изначально ими управляет интеллект. И у них вот этот ецерара, он у них просто, видно, выключен. Не знаю, что у них, почему. Их тело не работает. Высушит. И они просто, у них нет никаких вожделений. Они креветок не любили никогда. Они никогда не любили креветок. Даже они их ели, ну, так, фигня какая-то, там, женщины запрещенные, вообще не надо, там, вообще ничего. То есть Тора же, она на чем добро и зло базируются. Ну, основной смысл. Питательные ограничения, временные ограничения и сексуальные ограничения. В принципе, все. И это три самых главных ецерара, то есть три самых главных инстинктивных стремления человека. Первое, жрать все, что ты хочешь. А кто мне может запретить есть то, что вкусно? Второе, это спать с кем ты хочешь. А что нет, чем эта женщина отличается от этой? Почему? С этой можно, с этой нельзя. Или в это время можно. И третье, это человек, он хочет делать то, что он хочет. То есть в этом и суть человека, свобода выбора. Как все раз сказали, питательные. Питательные, сексуальные и свобода. Свобода. То есть человек, он говорит, почему мне приказывают, я хочу делать то, что я хочу. А тут мне еще, ладно мне человек с плеткой приказывать, я его боюсь. Но когда мне приказывает Бог, который непостижим, через стору, которую улай может быть, может нет, а я хочу в субботу идти или ехать и так далее, с какой радостью. Я же его не боюсь, но только если я боюсь Бога, тогда для меня временные ограничения включаются. Он хозяин мира. Тогда питательные ограничения включаются и сексуальные включаются. Но здесь наступает интересный момент. Когда человек начинает бояться Бога, и он все это включает. Питательные, сексуальные временные. Ну временные это свобода, ну свободные, ну проявление своего я. И здесь интересно, что как только человек начинает уже Бога бояться, то тут же есть такая приятная оболочка у этой таблеточки, которая называется любовь. Бога надо бояться, иначе оно не держится, и любить его, иначе тяжело жить. И тут ты начинаешь понимать, что креветки, да, мне нельзя, я боюсь Бога. Но мне, там кофе мне можно, и мне можно рыбу, и мне можно клубнику. И я за все могу Бога благодарить. И тут я начинаю получать от разрешенных вещей намного больше удовольствия, чем от запрещенных. Но все равно это остается вот эта свобода выбора. Все, друзья, будем изучать Мишли. Для того, чтобы на примерах понять, как познать божественную мудрость, понять ее, да, максимально как это возможно. И для того, чтобы изучить мусар, систему. Это самая лучшая психология. То есть я занимаюсь психологией уже, можно сказать, практически всю жизнь. Я могу сказать, что ничего не сравнится с мусаром. То есть это система управления собой, система работы с собой. Можно перевести это как дисциплина? Дисциплина это, ну, маленькая часть мусара это дисциплина. То есть это более глобально. Это управление дисциплиной. Это понимание дисциплины. Это понимание, как работает психика. Понимание, как работают инстинкты. Понимание, как работают привычки. Понимание, как эти привычки менять, понимание, как стать осознанным, понимание, как стать там проактивным, не быть реактивным, понимание того, как управлять эмоциями, как работает это животное, на каких уровнях это животное устроено и так далее. Вся система управления этим животным и понимания животных, он говорит, ледаат хохмау мусар, познать хохму и познать мусар, то есть тот человек, который познал мусар, то психологи, они рядом не стояли. То есть я могу сказать так, что есть одна книга, которая называется Алейшур. Алейшур это на стене Равшлома Вольбы. И вот я когда-то, я начал изучать вначале мусар, а потом уже перешел в психологию. И все время, что я почетный профессор крупнейшей бизнес-школы Восточной Европы, я могу сказать, что ни одна книга, ни одна система, ни один профессор, есть профессор, Шахар его фамилия, Таль, по-моему, его зовут, Бен Шахар, это профессор, у него самый популярный курс психологии в Гарвардском университете. И он, там тысячи человек студентов приходят послушать, Таль бен Шахар, там профессор вообще, он рядом с Раби Нахманом по позитивной психологии рядом не стоял. То есть Раби Нахман, то есть если бы профессор, я уверен, что он учил книги Раби Нахмана, потому что все, что он преподает, это маленькая-маленькая часть из мудрости Раби Нахмана. Поэтому мы будем изучать, мы будем изучать вот этот мусар, все, кто будут ходить на эти уроки с Божьей помощью, через год, если мы пройдем эту книгу Мишли, поднимутся на уровень мудрости, который, ну, вообще недостижим для обычных людей. Все, и я тоже, потому что изучать книгу Мишли, знаете, когда я начал, кстати, интересно, когда-то я прочитал в какой-то книге по психологии, что, такую историю, что один человек пишет, он там известный голливудский продюсер, телепродюсер в Америке, мультимиллионер, там у него 300 миллионов долларов, он рассказывает, как он стал мультимиллионером. Он говорит, я после института, я после института, значит, был очень такой человек, в общем, меня за год уволили с девяти работ. То есть он говорит, был какой-то неуправляемый. И вот я пришел, а он христианин-евангелист, из семьи евангелистка. И меня родители отвели к священнику, потому что они говорят, что, значит, к пастору их, что если ты не исправишься, то твой путь прямо в тюрьму. Ну, то есть, когда человек идет уже, поконфликтует, то следующий этап вполне может быть закончится тюрьмой. И он меня, привели они меня к пастору, и мне этот пастор говорит, давай с тобой поспорим на 10 тысяч долларов. Так было в этой книге написано. Что если ты год будешь считать каждый день по одной главе Мишли, то есть за месяц ты закончишь, получается, за месяц ты закончишь книгу, там 31 глава. Если ты будешь считать месяц каждый день по главе Мишли, в течение года, 12 раз за год ты пройдешь Мишли, то тогда я тебе даю гарантию, что ты станешь миллионером. Или я тебе заплачу 10 тысяч долларов. Ну, в то время 1000 долларов в месяц была нормальная стипендия, ну, зарплата, это было там 70-е годы, то есть это была огромная сумма денег. Он говорит, ну, обещание, что ты год каждый день будешь считать по главе Мишли, или ты станешь миллионером через год, или я тебе дам 10 тысяч долларов. Значит, он говорит, и я начал читать, ну, то есть, что там полчаса в день Мишли поучить почитать. И говорит, прошел год, у меня, то есть, я нашел сразу себя, нашел, чем я буду заниматься, нашел это, через год, я к нему, я миллионером, он говорит, через год не стал, я стал миллионером через 2 года. Но я к священнику пришел и поблагодарил его, сам ему там дал деньги и так далее. Говорит, через 2 года я стал миллионером, через, по-моему, 4 или 5 лет, он говорит, мое уже состояние 300 миллионов долларов, ну, там, он суперизвестный такой продюсер. Я прочитал это, а это было в книжке по психологии в одной. Значит, я... С тех пор вы учите Мишли. Я думаю, как так, это наша книга Мишли, это религиозная наша книга, она входит в тонах, это письменная тора, на ней базируется вся мудрость, все мудрецы Талмуда, я думаю, что это самое цитируемое, есть пятикнижие, и Мишли самая цитируемая книга в Талмуде. То есть, мудрецы постоянно на нее ссылаются. Понятно, что они все знали Мишли наизусть, раз они в любом разговоре, они используют Мишли. А почему же мы ее не учим? И я начал ее учить. Но я, что здесь интересно, я вам скажу правду, что я ни разу год не проучил ее до конца по этой системе. То есть, если бы я ее учил, я проводил по ней уроки, интересно, что как-то на уроках по Мишли сидело 4 человека, сейчас все четверо, они депутаты Верховной Рады Украины. Все четверо, кто были, сейчас, раз, два, три, трое, трое из них стало депутатами. Три человека стали депутатами Верховной Рады Украины, которые у меня несколько месяцев ходили на уроке по Мишли. И это великая мудрость. Поэтому с 10 до 10.15 мы сейчас продлились, но с Божьей помощью будем стараться держаться в рамках с 10 до 10.15. Каждый день прямая трансляция на портале ВАИКРА. Статья уже есть на ВАИКРА, статьи по Мишли можете посмотреть, можно посмотреть старые мои уроки. Давайте начинаем Мевцу Блинедер. Мевца это акция. Начинаем акцию Блинедер. Год учим Мишли. Кто станет миллионером, 10% к порталу ВАИКРА. Обязательно все деньги, которые заработаны, да, МАСЭР, 10-я часть, портал ВАИКРА. Будем развивать портал ВАИКРА. Все. Удачи, успехов, прекрасного дня. Познавать хохму Умусар. Мы должны познавать божественную мудрость и систему управления собой. Все. Удачи, успехов, пока. Удачи. 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 Удачи.